Продолжение следует... А вы в курсе, что каждый сочинец может получить карту здорового образа жизни? Здравствуйте! В эфире программа «В курсе» и я, Ольга Десятого. Здесь мы обсуждаем вопросы, которые так или иначе затрагивают интересы всех сочинцев. И сегодня речь в нашей программе снова пойдет о Центре медицинской профилактики. Мы уже рассказывали вам о нем в прошлых выпусках нашей передачи, но тогда мы говорили о Центре здоровья для детей. На этот раз расскажем о Центре здоровья для взрослого населения нашего города. Центр медицинской профилактики находится на улице Чайковского. И, как утверждают в Центре, здесь знают все, ну или практически все, о профилактике и о здоровом образе жизни. О том, что такое Центр здоровья для взрослого населения города Сочи, нам расскажет руководитель Центра здоровья Юлия Вадимовна Плотникова. Юлия Вадимовна, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, когда был открыт Центр, в рамках какой программы и какие цели и задачи он выполняет? В 2009 году президентом Российской Федерации был создан национальный проект и приказ открыть Центр здоровья во всех регионах Российской Федерации. И в 2010 году в рамках краевой стратегии здравоохранения был открыт Центр здоровья для взрослого населения. Здесь каждый желающий, начиная с 18 лет, имея при себе паспорт и страховой полис обязательного медицинского страхования, может пройти это обследование. Оно включает в себя обследование на аппаратном программном комплексе, а также различные другие обследования и беседа с терапевтом и избавление от некоторых вредных привычек, если они таковые имеются. Ну то есть главная задача Центра сегодня это профилактика, правильно? Да, профилактика и образ жизни свой улучшить, узнать о себе то, что какие-то заболевания, которые человек не знал, и направлено на выявление факторов риска основных. Ну и расскажите, пожалуйста, тогда подробнее об обследованиях, которые здесь можно пройти на базе Центра здоровья для взрослого населения. Это аппаратно-программный комплекс, на котором выявляются риски сердечно-сосудистых патологий, нервной системы и различных других факторов риска. Здесь также можно и кровь сдать на анализы, правильно? Да, также и обследование анализа крови на сахар, холестерин. Также можно узнать свою дыхательную эффективность, эффективность дыхательной системы. Что такое карта здорового образа жизни, которую здесь можно получить по результатам обследования? Это какие-то рекомендации врача? Да, рекомендации врача по здоровому образу жизни, также включают в себя результаты всех анализов и рекомендации о том, как вести себя в дальнейшем. Кто может стать пациентом Центра, что нужно сделать, чтобы вот сюда попасть на обследование? Любой желающий, начиная с 18 лет. Бесплатное или бесплатное обследование? Бесплатное обследование с паспортом и полис обязательного медицинского страхования. После прохождения всех анализов направляете ли Вы далее к участковому терапевту, если Вы замечаете какие-то изменения в здоровье, какие-то тревожные сигналы? Да, при выявлении факторов риска обязательно направляем дальнейшее налечение к терапевту по соответствующему заболеванию. Также дается в Центр рекомендация по правильному питанию, особенно если выявлены факторы риска на основе наших проведенных исследований. Может что-то человек узнать, как не только правильно питаться, но и какие продукты необходимо употреблять для улучшения своего образа жизни. Также регулярно Центр здоровья выезжает в отдаленные точки города Сочи, где у населения нет возможности приехать в центральный район и пройти обследование. Так что каждому жителю города Сочи, независимо от места жительства, доступны наши обследования. Наша выездная бригада со специальным мобильным оборудованием приезжает и проводит то же самое обследование, которое мы проводим в Центре, ничем не отличается. И очень полные рекомендации. И все будут здоровы в городе Сочи. Ко врачу попасть не каждый может, прийти не может. А сюда пришел, и здесь как раз много врачей, видите, прошел круг. И почти что все, и кровь, и холестерин, и давление психиатра, и все, ну, раземное. Обеспечивает профилактику онкологии. И, кроме того, очень хорошо помидор рекомендуется тоже при снижении веса. Музыка. Субтитры сделал DimaTorzok А как часто такие проходят выездные мероприятия? Ну, в основном, несколько раз в месяц проводим такие мероприятия по согласованию с удаленными пунктами проживания населения. Они звонят нам, рассказывают, когда они готовы встретиться с нашим центром и проводим обследование. Вот если проследить динамику, скажем, с 2010 года, больше людей сейчас узнает о центре здоровья и больше ли пациентов становится с каждым годом, которые хотят узнать о своем здоровье больше? Да, с каждым годом, конечно, становится все больше у нас пациентов. Уже, я думаю, что практически все знают, потому что постоянно у нас есть постоянные пациенты, которые у нас уже 3-4, есть и 5 раз уже прошли. И я думаю, что сейчас уже практически все знают. Кабинет тестирования на аппаратно-программном комплексе. Все обследования проходят именно здесь. Аппаратно-программном комплексе Это называется кардио-визор. Это экспресс-диагностика. Кардиограмма только без грудных отведений. Создана для того, чтобы выявить основные факторы риска сердечно-сосудистой системы. Чтобы быстро оценить работу сердца и сосудов основных крупных. Здесь врач видит отклонения основные и, соответственно, факторы риска. А потом уже направляет к кардиологу, если мы видим факторы риска. Три минуты занимает обследование. Это относительно новинка в нашем центре здоровья. Часть аппаратно-программного комплекса под названием Ангиоскан. Он выявляет возраст сосудов и жесткость сосудов. То есть молодой человек может узнать о том, что его сосуды в не очень хорошем состоянии. Но здесь у нас исключительно случай получился наоборот. Молодому человеку 35, а его сосуды оказались 26 лет возраст. Значит, он не злоупотребляет вредными привычками, скорее всего, или в меньшем значении, чем кто-то. И соблюдает, наверное, занимается спортом, да, и соблюдает основы здорового питания. Комплексное обследование проводится один раз в год. И осмотры одного взрослого пациента занимают примерно от 40 минут и до 1 часа. Музыка. 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 В центре медицинской профилактики расскажут все и о здоровом образе жизни. Музыка. 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 И на эти точки начинают эти зоны активно работать, и выделяется никотин. В норме организм вырабатывает никотин, но когда человек начинает курить, то избыток никотина, поступающий в организм, перестает вырабатывать собственный никотин. Мы проводим лечение. Перед тем, как провести лечение, в 16-18 часов не курит курящий. За это время никотин выходит из организма, и воздействие оказывается на определенную зону, которая начинает выработать собственное никотин. Так и занимается зависимость. Мужчины обычно 2-4 сеанса, женщины в 2 раза больше, от 4 до 7-8 сеансов. А с чем это связано? Женский организм, так он уже устроен, что если он взял, он свое очень трудно дает. Поэтому очень трудно лечить курящих, трудно лечить пьющих, алкоголиков, наркоманов, женщин очень сложно. Аппаратом я занимаюсь более 30 лет. Избавлено примерно более 5 тысяч за это время. Эффект дает пределы 90%. Но прежде всего, когда приходит на лечение, спрашиваем у него, готов ли он избавиться от курения. Человек должен осознать эту необходимость. Ну и тогда это самое второе лечение. Только в таком случае человек должен быть практически готов. Помощь будет оказана обязательно. А кто основные ваши пациенты? Это молодые люди, люди в возрасте? К сожалению, в основном это идет средний и старший возраст. Молодых приходит очень мало. Ну, причем, если старший курение небольшой, там вот 3-4 года. Ну, не более так 5 лет достаточно, а даже 1-2 сеанс выполняет. Да, электропунктура, она безболезненна. Причем через ушко мы воздействие оказываем на другие органы системы. Через ушко можно воздействие оказывать и на, здесь и бронхолекочная, и сердечно-сосудистая, пищеварительная, видите, так, печень, мощеполовая система, гинекология, тоже все органы системы. Все они страдают при курении. И поэтому в процессе лечения мы воздействуем и на эти органы системы, чтобы восстановить их так. Самое главное, дать толщу к организму. А дальше, все так, организм создан так природой, способен к самовосстановлению, самовоздоровлению. Человек должен поверить в свои возможности. Вот после 1-2 сеансов, вот он попробовал закурить, ему плохо уже. Вот он так попробовал вчера закурить, прости, в 2-2 сеанса, и говорит, что неприятно и все такое. Сегодня он уже не будет курить. Будьте в курсе, что все обследования в Центре медицинской профилактики можно пройти абсолютно бесплатно. Нужно иметь при себе только паспорт и полис обязательного медицинского страхования. На этом время наша передача подходит к концу. Я напоминаю, что вы смотрели программу «В курсе». Будьте в курсе всего того, чем живет наш город Сочи. С вами была Ольга Десятого. Всего доброго. До встречи в эфире.